Наша страна вошла в фазу острого финансово-валютного кризиса и, на мой взгляд, проблемы сегодняшнего дня не в полной мере оцениваются. Дело в том, что если мы говорим об интеграционных способностях русской цивилизации и России как таковой, то в основе этой интеграции, конечно, лежит единая валюта, потому что это древние принципы интеграции – единая валюта, единая система мер, единый язык. Так вот, валюта – это системообразующий фактор, и невозможно ориентироваться на интеграционные процессы со страной, валюта которой может проваливаться в два раза, как это происходит сегодня. Не случайно, вот уже сегодня я слышал сообщение Белоруссии, что она вынуждена будет, конечно, отказаться от расчета с Россией в рублях. И самое любопытное при этом является, на мой взгляд, то обстоятельство, что оценки происходящего, они получаются прям противоположными. Не так давно я присутствовал на Московском экономическом форуме, рубрика эта форума, которая была вынесена в название «Центральный банк – друг или враг». Ну, 99% выступающих, а это была практически вся такая финансовая думающая научная элита Москвы, и не только Москвы, ну, в 99% случаев оценки действием «Финансового блока» и «Центрального банка» давались резко негативные. В то же время, если мы посмотрим на оценки, доминирующие сегодня в прессе, то оценки достаточно благодушные, все идет по плану, да, есть проблемы внешних воздействий, но искусство управления состоит прежде всего в том, что ты учитываешь факторы внешней среды. Если ты факторы внешней среды не учитываешь, то это не есть управление. Это называется другими словами. Это то же самое, что капитан судна сказал бы, да я очень хорошо рулил, ну, а то, что корабль, значит, проломил дно на рифах, так это же, извините, это не моя проблема, это проблема моря, которое здесь эти рифы разместило. Вот в экономике точно так же. Нужно четко знать рифы, места заправок корабля и многое-многое другое, иначе это не есть управление. И любопытно, что руководитель даже блока промышленного, вот Улюкаев, он отметил, что происходящее это идеальный шторм, который мы сами же и готовили. Ну, так и хочется спросить, кто же стоит за этим словом «мы», потому что меня несколько удивила ситуация, когда была введена учетная ставка 17%, но министр сельского хозяйства, пришедший утром на интервью, он не знал об этом. То есть он, оказывается, не входит в круг этих «мы», который формирует стратегию происходящего. А за министерством сельского хозяйства, в общем-то, стоит вся Россия практически, потому что мы живем на одном проценте территории, еще один процент занят под объектами промышленности транспорта, а вся остальная – это Россия, это либо лес, либо сельхозугодья, либо землезапасы, оленьи пастбища и так далее. То есть вот руководитель, которым 98% территории, он вообще не был посвящен в то, что учетная ставка Центробанка повышается до 17%. Таким образом, радикальное расхождение в оценках происходящего для меня прежде всего говорит о наличии такого глобального, если угодно, российского разлома, когда образовалось две страны, мало пересекающиеся друг с другом. Одна – это финансово-гламурная Россия, которая представлена достаточно ярко на телевизионных картинках, и вторая Россия – это Россия-труженица, это Россия, представляющая реальный сектор. И вот с позиции этой второй России все происходящее сегодня представляется, ну, таким полным безумием. Тут, в общем, логики вообще никакой, потому что все объяснения, все там, так сказать, разговоры, они вообще никак не отражают эту Россию, потому что эта Россия живет по своим нормам и правилам. Вы подумайте, посмотрите, что происходит. К примеру, 2013 год возьмем. Рентабельность сельского хозяйства за год составила минус 5% по итогам года. Благодаря дотациям, которые проводились и которые не всегда поддерживаются, рентабельность сельского хозяйства России была доведена до 7,1%. И как можно работать вот с такой рентабельностью, если у вас доходность по депозиту существенно превышает эту рентабельность? Вот в западном менталитете это абсолютно непонятно. Почему существует Россия? Она физически не должна была уже давно существовать, потому что здравого смысла в работе агропромышленного комплекса нет в принципе западных позиций. Они появляются только у тех людей, которые понимают, что такое страна, что такое наши дети, внуки, что такое будущее России. И они работают, тем не менее, в отсутствии вот такой логики, которая доминирует в первом блоке. И проблема, конечно же, основная в том, что мы сегодня функционируем в финансовой сфере в рамках так называемого Вашингтонского консенсуса. В чем суть Вашингтонского консенсуса? Его суть в том, что есть две экономики. Одна экономика для так называемых развитых стран, для хозяев, если угодно. И вторая экономика для криптоколониальных систем, иначе их называют развивающиеся страны. В чем суть этой экономики? Суть этой экономики в том, чтобы эти развивающиеся страны никогда, ни при каких обстоятельствах, не смогли бы составить конкуренцию стране-метрополии. То есть есть страна, которая является криптоколонией финансовой, ну реально, потому что она просто выпускает деньги свои, как квитанцию на право получить деньги метрополии. И есть страны-метрополии. Вот так выстроена экономика. Но, к сожалению, так выстроена не только экономика. Там так выстроена вся наука экономическая, так выстроено все экономическое образование. И сформированы стереотипы. Это позволяет сформировать матрицу, в рамках которой работают все финансовые структуры, включая Центральный Банк, Банк, Финансово-экономический Блок, Правительство. И здесь абсолютно неверно сегодня предъявлять кому-то персональные, индивидуальные претензии, потому что все находятся в матрице. И сегодня, в общем, вопрос встал, что, оставаясь в этой матрице, мы не изменим будущее России. Нам нужен выход из матрицы сегодняшней и переход в матрицу будущего. Что такое переход в новую матрицу? Это, по сути, новая концепция. Вот я хотел бы сейчас продемонстрировать картиночку. На этой картиночке вы сможете четко увидеть существо происходящего. Дело в том, что экономический приоритет, как вы видите, это всего лишь четвертый приоритет по значимости. Над ним три приоритета глобального управления общественными системами. Это идеологический приоритет, исторический и мировоззренческий. В свою очередь, экономический приоритет, он всевластен лишь над генным и над военным оружием. И пока мы не поймем, что мы находимся в этой матрице, мы никогда не изменим ситуацию в экономике, потому что нам нужно менять всю матрицу. Вот нужно добиваться перемен на всех, без исключения шести приоритетах, и прежде всего на трех вышестоящих. То есть мы должны выйти на ту самую цивилизационную идентичность нашу по всем параметрам. Потому что глобальное управление устроено так, что вот если вы находитесь в двух концепциях, или вот в этих двух Россиях, то то, что является вектором цели в одной концепции, это является вектором ошибки в другой концепции. И наоборот. То есть у нас нет никаких ошибок. У нас есть вектор цели наш, но вектор цели нам сформирован в рамках принципа вашингтонского консенсуса. И если присмотреться к этому вектору цели с позиции вот уже России трудовой, России реального сектора, то в действительности этот вектор цели для нас обращается в вектор ошибки. То есть фактически все, что бы мы ни делали, это и есть ошибка управления. Вот в чем вопрос. Это известные достаточно вещи из достаточно общей теории управления. Вот принципы обращения вектора цели в вектор ошибки при переходе к иным концепциям. Поэтому еще раз хотелось бы подчеркнуть, что вопрос вовсе не в экономике. Вопрос в переходе на новую концепцию. И сегодня, вот когда мы говорим о трех вышестоящих приоритетах, то нам навязаны стереотипы их святости. То есть что нам говорят? Главное это свобода прессы, главное это толерантность, главное это невмешательство государства, главное это приверженность принципам либерализма и рыночной экономики. И мы, вот находясь в этой матрице, вот вы вслушайтесь в каждое слово руководства нашей страны, там всегда идет попытка доказать, что нет, ну видите, мы же вот действуем в рамках рыночной экономики. Это главное. То есть главное не здравый смысл, а главное приверженность вот навязанным нам извне неким стереотипам, что мы якобы должны находиться в рамках рыночной экономики. Да это блеф, потому что рыночной экономики давно не существует, идет фрагментация страны, и, значит, эти фрагменты, они вписываются в те или иные глобальные транснациональные корпорации, ничего более. А, значит, нам пытаются это транслировать как, в общем-то, приверженность рыночной экономики. Нам просто нужно вспомнить ряд терминов, которые мы попросту сегодня даже забыли, что они существуют в государственном управлении. Мы должны понимать, что такое межотраслевые балансы, мы должны понимать, что такое функционально обусловленные уровни расходов предприятий. Вот как человек не может жить, если у него чего-то не хватает, так и предприятие не может жить, если функционально обусловленные расходы его не удовлетворяются. Мы должны вернуться к представлениям о многих других параметрах, таких как, например, пороги рентабельности отраслей. То есть, если мы снижаем порог рентабельности, как происходит, к примеру, с сектором агропромышленным, то он, в принципе, существовать не может. Он существует только благодаря энтузиазму и благодаря неизбежным нарушениям каких-то ныне действующих законодательств. Потому что именно благодаря этому только и живет Россия. Я вот недавно беседовал с очень серьезным финансистом, экономистом. Но он мне рассказал свою практику. Он говорит, просто физически невозможно существовать предприятию, если я не нахожу маневры обхода тех или иных налоговых платежей. И он, к примеру, разработал достаточно интересную теорию обеспечения объема финансовой массы через просто представленность численности населения. То есть, если 150 миллионов человек у вас, и конституционно им гарантируется право существования, значит, они не на уровне долговых денег, а на уровне финансирования, ежемесячно обеспечиваются неким минимумом, который позволяет удовлетворять демографически обусловленные потребности. И так формируется финансовая база страны, которая ежемесячно обновляется. То есть, человек не может оставить эти деньги, они обнуляются ровно через месяц. И тогда появляется вот та самая кровь в финансовом организме страны, которая позволяет ей существовать. Мы же сегодня в рамках вашингтонского консенсуса печатаем деньги исключительно только под наличный доллар, что является ошибочно. И в результате мы уходим от здравого смысла, потому что ведь что такое сегодня соотношение рубля и доллара, рубля и евро? Ну, это то, что должно обеспечивать более-менее паритетный обмен. Ну, вы посмотрите, если вы... Вот недавно наша молодежная группа посчитала мне некоторые цифры. Допустим, если вы обменный курс по энергоинварианту посчитаете, ну, то есть, по количеству электроэнергии, потребляемой на имеющуюся денежную массу, то доллар стоит сегодня 11,2 рубля, евро 15,3 рубля. Если вы посчитаете по золотому запасу, имеющемуся в стране, то доллар стоит 20,9 рубля, евро 1,56 рубля. Если вы посчитаете по бензину, к примеру, то, ну, вы прекрасно знаете, что бензин стоит в Европе, ну, полтора-два евро. Значит, ну, 20 рублей за евро – это тоже предел. Так где же логика? Вы можете пройтись по всем товарам, и вы увидите реальные соотношения. Нам говорят, что вот рубль вдруг упал. Да это не упал, это, так сказать, манипуляции той самой гламурно-финансовой России, которая только живет за счет вот таких падений и скачков. Для них это жизнь. Жизнь реального сектора – это устойчивость и стабильность. Поэтому, если мы хотим реально изменить происходящее, то я вот хотел бы обратиться ко всем представителям вот второй России, которая не видна на телевидении. Вы знаете, нам нужно просто помочь нашему президенту. В 2018 году выборы президента. Я надеюсь, что Владимир Владимирович Путин пойдет на второй срок, но ему нужно опереться на системные знания. Не может один человек в равной мере владеть вот всеми вопросами. Поэтому нам нужно сформировать, я считаю, в информационном пространстве очень серьезный блок информации, который так и назвать. Президентская программа 2018. И подтекст, если угодно, «Концепция общественной безопасности и цели развития России в 21 веке». В чем наша проблема? Проблема в том, что вот по этой тематике, которую я озвучил, сегодня есть сотни интереснейших размышлений. Но вот все эти зернышки, все эти интереснейшие люди, все эти интереснейшие идеи, они, к сожалению, вот разбросаны в информационном пространстве. Пора их собирать в единую стройную концепцию. Тем более, что основа для этого, ну, не для президентской программы, а основа концепции общественной безопасности России, она давно разработана, и она изучается всеми странами мира, без исключения. Может быть, в нашей стране она вот той самой финансово гламурной России как бы не признается и не замечается. Но вторая Россия ее прекрасно знает. И вот, наверное, в этих же материалах должны быть заданы не те вопросы, которые задают журналисты, это вопросы, которые формируют стереотипы калейдоскопического представления о нашей действительности. Нам нужно формировать мозаичное представление о России, но для этого нужно задать концептуально значимые вопросы. Ну, к примеру, я назову лишь несколько из них в заключение нашей встречи сегодня. Пожалуй, самый главный вопрос – это вопрос о кадровой базе. кадровой базы управления должно быть все общество или узкие элитарные кланы, и, соответственно, подготовка кадров должна быть обеспечена в стране так, что любой человек из любой семьи может получить равный доступ к системе образования вне зависимости от дохода родителей, или все-таки образование должно получаться в зависимости от достатка родителей. И тогда вы получите разную Россию, потому что качество управления зависит от широты кадровой базы, от тех самых Ломоносовых, которые живут у нас в глубинке. Второй вопрос, который стоит задавать на уровне президента – что для страны главное – сфера реального производства или банковская сфера? Потому что по концу года, вот вы сейчас знаете, триллион рублей сегодня направляется на докапитализацию банка. Так вот, мы должны здесь четко ответить, что для нас главное – реальный сектор или банковский сектор. Следующий вопрос подобного же уровня – вопрос вот к будущему президенту – есть ли порог в процентах по кредиту, превышение которого приводит к безусловной гибели реального сектора? Или такого порога не существует, и проценты должны определяться строго в соответствии с требованиями Вашингтонского концессула на рыночной основе? Ну, такой может быть вопрос тоже концептуально значимый. Питание наших жителей – что должно преобладать в питании? Свежий продукт, выращенный в естественных природных условиях России, или заграничный продукт, где на 100 граммов реального продукта приходится до 10 граммов красителей, стабилизаторов, консервантов, улучшителей вкуса? Потому что это вопросы, которые я обозначил, они определяют геостратегическое будущее нашей государственности. Мы можем сколько угодно манипулировать финансами, но если у нас население просто биологически будет вымирать и будет нарушаться генетика, воспроизводство, а она нарушается не только через питание, но и через образ жизни в многоэтажках, то тогда мы все равно не получим хорошего будущего. Поэтому я хотел бы обратиться ко всем, кто сегодня встречается со мной. Мы ждем предложений по организации сайта соответствующего портала, который так будет называться «Президент-2018». Нам очень хочется оказать поддержку высшей государственной власти Российской Федерации, потому что это надежда для будущего не только России, но и всего человечества. Продолжение следует...